Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс. Киперпанк продолжается. Наливай чаёк, кофеёк, усаживайся поудобнее, приятного просмотра. Не забывай ставить лайк этому видео и подписываться на мой канал. Итак, погнали. Сейчас у нас задание, нам нужно встретиться с какой-то женщиной. Так, побежали к Рифту. Прийти в Лизис нам нужно между 18 и 6 утра. Господи, как у вас много-то. Как раз сейчас 23.36. Я думаю, мы успеем. Немножко в оффлайне поковырялся с оружием, поломал ненужное, улучшил нужное. Так что теперь вооруженные очень опасны. Открывай. Всё, бежим. Что здесь такое? А, это так отображается этот магазин. Ещё какие все убитые. Радуйтесь жизни. Это же Night City. Погнали. Полиция. Извините. Как так можно вообще отправлять копов домой? Ой, что это вы по мне стреляете что? Опять какой-то кипиш, блин. Не успел зайти в игру, уже стреляют. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не могу привыкнуть к управлению в данной игре. Машину прямо это будет. Вот прямо хорошо. Так. А, нет. Не сюда. Не сюда. Извините. В другую сторону. Прошу меня простить. Ну, бывает, чё. Я приехал недавно. Я забыл город. Ну, пофигу, что у меня GPS. О-о-о-о-о-о-о-о. М-да. Извините. Я могу сюда заехать. Прям. Думаю, да. Там вот тачка стоит. Уходи. Выходи. Не слушайся. Блин, как же красиво. Как же я люблю такую графику. Так, а ты кто? М-м-м, котик, ты что-то потерял? Ага. Не хочешь топовый брейк? Чё? Брейн-данс? Что у вас есть? Так. Давай я зайду. Я зайду. Погоди. Сначала правило. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Всё просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идёшь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей. Дверь открыта. От души. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Смотри, какое миленькое личико. Так, я у вас украду. Всё, по кусечке. Погнали дальше. Открываем дверь. И... Доц, доц. Какая музычка. Отлично. Так. Кстати, я выключил музыку на радио, так как мне влепили авторские права, которых я не имею. Повтори нам, пожалуйста. Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Ну, ещё её, может, найдёшь? Всё в порядке, Матео. Я его ждала. О, привет. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Да ладно. Давай бахнем. Сэнсон? Это же моя любимая. Только откуда ты узнала? Может, мне нравится всё знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Давай поговорим о работе. У тебя вроде был для меня заказ. Угу. Только не здесь. Иди за мной. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Да-да-да. И чем такая гадка? Всё нормально, честно. Может, помочь. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Оу. Я уже сказал. Я не хочу смотреть на эту. Это голограмма. Это голограмма. Ну, чё скажешь? Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. А то. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. На этот раз дело будет посерьёзнее, чем грабить терминалы в подворотнях. Намного серьёзнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе? Ты и Декс? Пишешь его биографию? Прости, я не то, чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И всё-таки он выбрал тебя. Хм. Любопытно. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Био-Чип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да. Они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? Ах, не приходилось даже в том районе бывать. Жаль. Фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так, где именно хранят чип? В Люксе, на последнем этаже. Там живёт Юрино Буарасака. Юрино Буарасака? В Найт Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт Сити. Он последний сын Сабура Арасаки. И главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ну ладно, если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Бу сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Бу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинушно-цифровые системы? Не вовсе можешь. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой. Это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартиры Юри Нобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Клятый крыльц. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Здорово. Э. О, привет. Это Джуди. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну, нам с Чпок Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь справимся. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Хм. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? В обычном-то да, но вот сырой. Еще пробовать не доводилось. Расслабься. Я все объясню. Это проще, чем кажется. Ну, садись, располагайся и приступим. Опять какую-то штукенцию будут подключать. Вводить в транс. Да что это? Давай, включай. Я готов. Угу. 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 Калибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулисто. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-танса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что вы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Что-то колоса какие-то одинаковые. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. Воу. Как ярко-то. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. О'кей, давай вперед. Всем лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Деньги. Быстро. Еще секунду и я тебя положу. Тише, тише. Я... Давай. Шаголу тебя нахуй стрелю. Аааа. Никогда не поворачиваешься спиной. Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. А ты прикольная деваха. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Давай, я готов. Запускай. Аааа. Опять ярко. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Алло, ага. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребать бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не... Так, сейчас подожди. Отключим уведомления на телефоне, приношу извинения. Продолжаем. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Угу. Как у нее просканировать-то? Очень хорошо. Ага, все понял. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в результате. Редакторе. Давай, открой его. Вот. Хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. И? В смысле? А, вот куда. Окей, давай вперед. Да еб твою мать. Глянь, в кладовке я на кассе постою. Нахую своем постой. Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Чё поиграть? Чё сделать-то? Выхлkiem. О yemek не? Я забыла. Да. Я не забыла. Мне надоест, что væ на ноги. Пал не упадал. План простой. Никаких угрутас. Заходишь. Выгребаешь бабло. Отвозь нажми. Блестка-чёвочка. Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика кироши, она фиксирует инфракрасный спектр то есть в ее записи будут и термические характеристики неплохо предлагаю подождать пока он уложит эту телку прилавка оливаешь и мы продаем brain этим людей тоже можно сканировать вон подойди к раненой девахе попробуй отлично поехали дальше промотай до того момента где вор получает пулю понимаешь он даже не видел что в него стреляет а ты увидишь будет смотри по-моему это самое клевое видишь что там мигает над ходом камера наблюдения она засняла стрелка сейчас увидишь изображение выводится на экран за продавцом отмотай к тому моменту когда он был в поле зрения и просканирую его ему всадил пулю его же чумы что-то мне подсказывает что он сразу так и планировал на черном рынке за такой бренданс кучу бабла отваливают настоящая смертью брендансовых фриков ценится больше всего в общем если тебе хватит можешь выходить давайте выйдем прикольно конечно интересная разработка долго правда все это обучение круто да жаль конечно мы упарываемся но почти все что проходит через нас годится только чтобы лысого погонять так чего смотрим запись его не знаю может перерыв я до сих пор чувствую как короче с меня хватит ве времени нет возьми себя в руки ладно ладно сейчас подключу тибак и можем начинать кого раннера из моей команды она спец по безопасности будет говорить на что обратить внимание это не проблема вообще-то проблема нет мы так не договаривались расслабься джуди все будет хорошо ты просто не понимаешь как я рискую мало того что надо копаться в записи так еще и вас туда пускать а что ты хотела мы все рискуем или тибак подключается или я ухожу джуди прошу хорошо звони чего тянут спасибо привет что такое бак слушай у меня тут материал из кампеки плаза брейнданс кампеки ну понятно кто там с тобой да не важно не обращай внимание мне нужна помощь надо понять куда смотреть на записи поняла я тебя проведу подключаюсь к тебе дай мне доступ открываю порт 1 7 7 9 защищаю протокол есть захожу сейчас отправлю запрос получил да ты готова секунду окей проверила соединение устанавливаю временный лед готова стартуем джуди подключай так ей было страшно но она быстро взяла себя в руки я сказал нет меня же за это убьют значит погибнешь за правое дело располагать пока я закончу надо послушать их разговор там может быть что-то важное так как там переключаться шифт через минуту я закончу через минуту программа пока на стадии испытаний ее нельзя выводить на рынок это мы посмотрим пожалуйста не спешите обсудите это с вашим отцом он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить как опасно замученный без идейный дед который не любит перемены и хочет жить вечно своем маленьком застывшим мерке пожалуйста мне не полагается даже слушать такие выражения так послушай еще сабура безумный деспот который потерял связь с реальностью он живет в мире которого уже нет может никогда и не было мы за 20 лет не договорились и договоримся теперь пожалуйста ознакомьтесь документации чип должен храниться в определенных условиях этим нельзя напрягать вот слышал где-то здесь документы на чип посмотри вокруг слышу гудения вентиляторы кондиционер или серверы надо же как-то управлять всей этой умной херней так и что теперь прости пожалуйста работа такая штука ничего я даже еще не совсем потеряла терпение все в порядке ты какой-то напряженный ничего скоро пройдет я этим и займусь но при одном условии ты будешь ставить условия мне только одно все внимание на меня у нас остались конфеты в прошлый раз с ними было хорошо в тумбочке спальне у меня есть идея я сейчас вернусь очень хорошо иди уже ко мне погоди найду что-нибудь подходящее а вот это тебе понравилось и и у и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Так, я могу ее просканировать? Это какую систему безопасности-то? Где здесь планшет-то у него? Данный телефон... И все что ли? Подождите, нет... Что надо сделать-то? Не понимаю... Так, я могу... Ну, ну, я могу... Что надо сделать? Пошли... Субтитры сделал DimaTorzok Очевидно... ты кто военная имплант на 6 ух ты какой че еще могут просканировать его себе тут камеры и датчики движения теплодетекторы система слой чужой ты же справишься с этим без проблем вообще если будет доступ к их подсети подсети и чё сделать есть камера так переключить слой я сказал нет меня же за это убьют источник звука значит погибнешь за правое дело сканировать систему безопасности это планшет же лежит какая нахать систему проекта особое внимание и может объяснить шампанское дело планшет данный телефон я не могу просканировать да ничего скорость очень хорошо иди уже ко мне погоди найду что-нибудь подходящее стоп вот вижу что это чип надо хранить в контейнере с терморегуляции он требует очень низкой температуры то есть нельзя вынимать чип из холодильника иначе повредишь переключить в редакторе на тепловой слой так будет ли начинаете где юрина будешь бяч и это чё за ствол заряжен на предохранители хорошо что заметил не забудь об этой пушке во время налета да так на тепловой слой говоришь переключиться по-любому надо мотать назад значит погибнешь за правое дело простите располагайся пока я закончу через минуту программа пока на стадии испытаний ее нельзя выводить на рынок это мы посмотрим пожалуйста не спешите обсудите это с вашим ого донахис мистера рассака что-то празднует думаешь он туда положил чип слишком низкая температура есть риск колебаний обычный холодильник температура не совпадает с указанной тут мы ничего не найдем как есть термальный сигнал те же параметры что и в документах значит юри ногу точно держит кейс тут да похоже мы молодцы все можно сворачиваться закрывай редактор спасибо ну наконец-то я уже думал никогда не закончится нашел что хотел да все нормально спасибо джуди мы закончили пока тебя хорошая работа до скорого стираю все ваши данные если что вас тут не было спасибо оставь себе эвелин заплатит это переносное устройство для обработки брайн-данс я загрузила в него твои параметры не так хорош как мое оборудование но сойдет оставлять его слишком большой риск умно кстати про риск а вот смотрю я на вас и знаете что вижу я вижу ходячие говорящие трупы спокойно у меня все под контролем если вы проебетесь и они придут ко мне джуди перестань никому не придут эвелин не ищи легких путей город не любит тех кто так делает будь осторожным конечно давай поговорим через минуту так задание обновлю но шершеля вам говорится на секунду давай джуди по кусечке от души да пойдем пойдем сейчас я только заберу тут холом сервера какие стоят о он топает дожди сейчас я расскажу так и что теперь в работе на меня я имею ввиду только на меня без посредников с которыми надо делиться прибылью без декса у этого выбора высокая цена слишком высокая я знаю поэтому все должно остаться между нами предлагаю тебе 50 процентов достаточно чтобы сделать что хочешь только не в этом городе декс объявит на меня охоту когда узнает декс не единственный фиксер в night city а такое предложение бывает только раз я думаю когда решишь звони сейчас отправлю свой номер окей удачи можешь идти мне еще надо сказать пару слов так очки характеристик добавили обновлю уровень как дела на фронтах мистер здорово это записи велен из компеки стоило потраченного времени неплохо типа мне уже звонила она разбирает материал где выход у меня все готово что дальше по плану у тебя по плану выполнить мой заказ то есть забрать пилочек давай поговорим в посмертие подъезжай отлично скоро буду до свидания пока крошка там дверь я только вышел спасибо так у нас новая задача добраться до подсмерти ты чё паникуешь на такой проблемный газу газу кто-то на нас это проявил агрессию не понимаю кто это конечно уху простите мистер полицейский да ё-моё не бибикой сейчас отъеду да чудо водить я еще не привык вода игре оставлю здесь чай не угонят так давайте быстрое сохранение здорово ну ты чё договорил что нового у синьоры уэлс да ничего беспокоится за меня с утра до ночи она все время проверяет не лежу ли я где-нибудь в отстойнике как большинство уэлсов это уже начинает утомлять чем больше я и говорю что все окей тем больше чувствую что вру но завтра это закончится нас ждет по смерти надо же мы считаю высшей лиги выше нее ничего нет чумба и знаешь что я тебе скажу мы это заслужили мана сам ты чумба называется еще пойдем в апстрии оу здесь когда-то был морг какие кое шампанское да ты что а вот сюда надо это я тебе об этом рассказал чё правда давно наверное это было не начинай да сдавайся ты мне блин стоишь что ее уже вошли детки мы друзья декста рада шона он ждет нас эй декс тут двое на входе говорят они к тебе да ну ладно сказал еще занят возьмите себе пока что нибудь выйдем ну и дарю энерик здоровый какой садитесь я сейчас подойду хорошенькое дело ты представляешь сьюзан все наша очередь а разве не декс лучший бестия раздавала заказа когда декс еще пешком под стол ходил это ее клуб что будете ты заказывай две текилы олд фэшн с каплей сервеса и чили то есть два джонни и сильверхэнда точно чика кое-кто сделал всю домашку а мою сожрала собака у нас традиция называем напитки в честь завсегда интересно что нужно сделать чтоб в твою честь назвали коктейль отдать концы так чтобы весь город о тебе говорил желательно на задание хераси какая красивая традиция за то чтоб мы разбогатели и вошли в легенды главное не откиснуть смерть небольшая плата за то чтобы стать легендой сначала поживи как легенда а смерть это так просто финальный аккорд кстати меня зовут джеки уэлс хочешь свой рецепт продиктую давай 100 граммов водки со льдом сок лайма имбирное пиво и главное капельку любви ха 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 окей я запомню вы вроде как новая находка декса выполняем его заказ мистер дышон вас ждет это часть моей работы думаешь откуда появляется репутация у наемников если о тебе не сплетничать тебя никто не знает все откуда ты знаешь да пока я сказал думаешь от ни пуха ни пера чава удачи что давай види нас идемте верзил такой ну-ка что тут еще было что я мог взять а вот ох и здорово ты чего качаешься ага накачали я тоже боксирую а ты что-то экзотическое практикуешь кампо ниндзюцу ага а меня бы уложил как думаешь сюда ст пинча типо какая-то редкая штуковина заберем заберем пожалуй конечно наличными как всегда счастливо а вот и мистер ну что наконец-то вся семья в сборе да дайте куда сесть то а что с болтом ну-ка давай заценим а то есть я все это время его с собой ну ладно охереть чувствуете себя как дома спасибо что помогла с мусорщиками парой мясников меньше уже хорошо мэрия нас еще благодарить должно хорошая комнатка звукоизолированная джеки нет нет мистер уэллс прав мы будем обсуждать деликатные темы но если вы не против я сначала задам один вопрос мистеру ви как твоя встреча с эвелин паркер хорошо я бы сказал погулял по компеке плаза по местам которые она засняла на брейнданс да бак ввела меня в курс дела значит ты знаешь кто наша цель главный наследник императора юрино буарасака да парень с фамилией на миллионы без возможности ими владеть близкий друг эвелин паркер так вы просто познакомились или было что-то еще честно говоря это паркер показалось мне странной что-то с ней не так в один вечер она пьет шампанское с юрино бу а в другое уже братается со всеми в лизис одно с другим не сходится я тоже заметила мы все тут можем сложить два и два и если выходит пять значит что-то от нас ускользает вот для этого и нужен фиксер если кто-то захочет вас поиметь на его пути окажется мой каменный зад что-то еще я понял ей хотелось на меня посмотреть хотелось на тебя посмотреть говоришь может перейдем к делу ты придумал план декс да ладно давай посмотрим мы с дексом уже подготовили всю операцию сложность будет ниже некуда неважно мне нужны подробности деломейн высаживает вас у главного входа в компеке плаза входите по фальшивым удостоверениям бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля вернее я и болт и наконец вы проникаете в пентхаус еренову и забираете биочип и все это по-тихому с минимальными жертвами а лучше вообще без них тибак будет на связи на всякий случай а теперь ваши вопросы мы едем до ломейнам? это же лучшее такси в найтсети на адаман дэшон всегда работает только с лучшими да ломейн никогда не подводит кому нужны мерзкие таксисты если безупречный эскин может с комфортом довести тебя из пункта а в пункт б и кто б знал как он каждый год обновляет лицензию если все пойдет по плану да ломейн привезет вас сюда если возникнут проблемы он поедет на явку это куда? в мотель ноутел тихое место вопросов не задают там придумаем новый план но я уверен что это не понадобится еще вопросы? я узнал все что хотел вот и славно у меня вопрос когда обсудим то ради чего мы это затеяли? с новичками я не торгуюсь ставка всегда одна тридцать процентов чего сколько? так я оцениваю ваш вклад у каждого в этом спектакле своя роль и свои риски джеки все нормально не спорь слушай я сказал не надо все по честному окей в пизду все это и последнее в компэйке нельзя проносить оружие вас не пустят через рамки стволы придется оставить в тачке а болт упаковать в чемодан я достала вам нормальный шмот переоденьтесь Чидо спасибо не хочу торопить события но когда ждать Эди? все зависит от мисс Паркер но думаю через неделю максимум две а нам что делать эти две недели? питаться воздухом? сидеть тихо и не высовываться а Росака будет на стороже один чувак сказал что жизнь есть пир глупо уходить голодным но глупо и нажраться карета ждет снаружи я тоже сваливаю надо подготовиться пока есть время до операции если остались вопросы задавайте сейчас вроде нет вопросов ну за работу ну так что ты готов ехать? поехали чего ждать то? как чего богатство погнали очень много диалогов в этой игре но это приносит вас приветствует сервис Деломейн оставьте все проблемы за дверью нашего такси ёп твою мать очень на это надеюсь Чумба не вижу повода употреблять ненормативную лексику да? а помнишь как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? к сожалению мы не принимаем такие заказы я три месяца бабки собирал давай поехали уже поехали заводи мотор перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров пожалуйста подключитесь через личный порт еще чего сделать спасибо активирован пакет эксельсиор эксельсиор? ха 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 дело набирает обороты эксельсиор это пакет услуг разработанный для наших премиум клиентов ага лучшее качество за ваши деньги смотри Доломейн давай боевой режим прошу прощения но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает ха ну ладно но вообще он хоть армию арасаки может выкосить если понадобится декс прямо расщедрился он забирает себе 70 процентов ты забыл что ли? эксельсиор вот теперь я чувствую что въезжаю в высшую лигу не радуйся раньше времени мы в нее пока еще не въехали не знаю джек мне кажется ты начинаешь терять свою стальную хватку а мне кажется что тебе внезапно захотелось до меня доебаться ха 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 хам просто перестань фантазировать и сосредоточься нам еще работать да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным б***ь я скажу почему я так себя веду вся моя ёбаная жизнь прошла на Дневе и я туда не вернусь Привет, как дела? Ведем дружеские беседы Мы... мы уже скоро будем в отеле Я установила прямое соединение, чтобы везти вас через компэкги Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай Приближаемся к пункту назначения Ну? Шум какой-то Скажи что-нибудь, Бак Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости Чего-чего? Это Аристотель, связь, похоже, в норме С тобой, да, с твоим греческим другом не очень Но мысль интересная Поразмышляй об этом, он херни не скажет Ты, как слышишь, верь Давай еще Аристотеля Да пошли вы оба Ну что, похоже, все работает? Сэрамихоркиси Я на связи Спасибо, что выбрали сервис Доломей Желаю удачи Я буду ждать вашего возвращения Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя Ну что, Хьюга Вперед Погоди, я возьму болта Ну, такой себе, конечно Бак, мы приехали Еще раз, брой на твое имя Рамон Добро пожаловать в компэкки Плаза Который представляет оборонный отдел Как скажешь Добро пожаловать в компэкки Плаза Пожалуйста, проходите по одному Без проблем, брат Эээ, сэр Простите Небольшая проблема Ну, началось Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию компэкки Плаза? Мы торгуем оружием Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение Ага Пожалуйста, дождитесь конца сканирования Прошу Все, ладно, благодарю Йокосо Здравствуйте И добро пожаловать в компэкки Плаза Мы хотели бы зарегистрироваться Разумеется Минутку Номер забронирован на имя... Викторино Комната с двуспальной кроватью на одну ночь Верно? Именно так Замечательно Позвольте, я уведомлю так и сам Что вы приехали Это херово Это не по плану Быстро, Ви, отвлеки ее Не надо, не беспокойтесь Мы немного придем в себя и сами его уведомим Извините Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? Восемнадцать часов из Новой Барселоны Плюс задержка в метаке из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала Да-да, просто кошмар Конечно, я понимаю Ваш номер Лазурь Расположен на 42-м этаже О, и еще одна маленькая формальность Активируйте чип-идентификатор Уступаю тебе, Хьюга Все в порядке Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле Спасибо Спасибо Идем быстрее Идем Что, но он в лифт? Какая еще новая Барселона? Такая Прямо себе провязать Э, такое пошел Мы не на лифте разведем Что скажешь, Хьюга? Уютный отельчик Не то, что клопов никуда нас поселили в Чирихе Ну, отель, да, прикольно Ты выглядишь как идиолог, хватит Что не так-то? Играя свою роль Никого я не браться Я ее боюсь Прямо с показа на улице Не знаю, как-то он жестко с этими девчонками Это топ-буклы Они ничего не плохого Неплохой у них тут бар Добро пожаловать в компейки Плаза В будние дни заказа столов нет Можете выбрать любой свободный столик Или можете сесть у стойки, если хотите Надо будет привезти сюда месте Когда мы завершим сделку Приведешь, приведешь Пошли Найдем наш номер А на том лифте нельзя было поехать Э, ты куда? Шагнул в бездну, что ли? Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Как будто надели костюм на собаку. Ага, ты-то ви. Думаешь лучше? Я красавчик. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Офигеть. Вот это ведь. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Болта можно запускать. Еще минутка. А где вентиляция? Это дверь. Нам не туда. Это что такое? Телевизор. А, так вот это что за штучки. Их читать надо, а я все пропускаю. Вот болта. Ну ладно, не будем заострять на этом особое внимание. Ты же собирался найти шахту. Да вот, вот нашел. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Несколько штуковин. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял гаденыш. Будьте стоять и смотреть. Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кероши к системе наблюдения, чтобы везти бота. Давай сюда. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. А если закружится голова, не пугайся. Оу. Все номера натипси. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов. Из офисов. А Розака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон. Мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Бак, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас глянем. У террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Нет справедливости в этом мире. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Думаешь, он свободен? Кто? Ну этот, красивый, богатый. Смотрит всегда так игриво. В Пентхаусе живет. Юрино Буарасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась. Войска НСШа, ну минус на ответил на это сети. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед, спасибо, потом скажешь. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. И где мы? Ага. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи где точка доступа к системе. Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет десять посредственных. Что делаем дальше? Нитрализуем его. Подключаю к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Да. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Болт остается тут. Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть кампэки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да. Я здесь. Короче, слушайте. Лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. И так, дорогие друзья. Я думаю, эту серию пора заканчивать. Слишком у нас затянулось. И без того. Продолжение будет в следующей серии. Тебе спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии. Не забывай подписаться на канал. Увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok